Приветствую коллеги! Вы смотрите очередную передачу технопарки Москвы. Ну и сегодня вот технопарки, который имеет такое красивое название Сапфир. Но на самом деле технопарком его назвать несколько так сложно. Дело все в том, что находится, кстати, он вне пределов промзон, но с другой стороны это Щербаковская улица. Вот видим, да, серенькая такая вот эта вот, вот она Щербаковская. Ну и, соответственно, здесь вот ориентирует метро Семеновская. И, соответственно, здесь можно видеть метро... Ну, это не метро, это МЦК, а тут еще партизанская есть неподалеку. Вот она, партизанская. Вот она. Ну, измаловская, да, тут еще и партизанская тоже. Вот. Значит... Ну, наверное, ближе всего все-таки Семеновская. Вот это прямая дорожка такая, тут еще и трамвай ездит. Это Чербаковская улица, 53. Значит, все дело в том, что вообще, ну, видите, здесь, в принципе, это район Соколина гора, восток Москвы. И, в принципе, как таковой промзоны здесь нету непосредственно от территории Сапфира. Ну, вокруг здесь достаточно много еще из революционных времен было промышленных предприятий. И сейчас они практически все закрыты, кроме, может быть, некоторых. Ну, тут промзона Семеновская, тут Хапиловская, видите, несколько промзон. Тут Вольная улица промзона. Ну, а здесь вот эта территория, которую занимает технопарк Сапфира, она находится как бы вне пределов промзон, просто, вот, скажем так, в здании научно-производственного предприятия или объединения, ну, бывший когда-то научно-сельский институт, тоже вот с названием Сапфир. Все дело в том, что вообще говоря, в общем-то, если так сказать, то здесь находится именно вот это научно-производственное предприятие Сапфир. И, по сути дела, оно, в общем-то, во многом и является, ну, главным и едва ли не единственным, ну, по крайней мере, по-моему, на мой взгляд, насколько я вот смог понять, в принципе, каким-то вот разработчикам и производителям, да, вот на территории этой так называемой промзоны. Вот. Ну, если так посмотреть, да, панораму, как она себя представляет, ну, вы, наверное, знаете, в принципе, да, тут, я не знаю, имеет смысл особо показывать, но давайте все-таки посмотрим. Вот это вот, видите, большое такое, видите, здание. Ну, это как бы вот она, видите, здесь проходит у нас Фортунатовская улица, там Мироновская, ну, и вот между вот этими как раз улицами, да, Фортунатовской, Мироновской, вот этого Чербаковской, такой широкой трамвайной улицы, и как раз находится вот это вот предприятие. Оно здесь возникло еще в 50-х годах прошлого века, ну, в общем-то, тогда, когда как раз появлялись, в общем-то, многие институты здесь, и изначально оно называлось, потому что Советский Суд 31, ну, это такая, 311, да, ну, это такая была как бы зашифрованная, так сказать, аббревиатура, и многие тогда были так называемые почтовые ящики, секретные предприятия, они такие вот имели названия, да, там не И-1, не И-31, ну, цифровые как бы, да, вот. Ну, специально, чтобы как бы не было понятно, что это такое, но, по сути, все, конечно, знали, что это все оборонка, это все, конечно, такое стратегическое предприятие, предприятие, и изначально, да, кстати, между прочим, оно было построено на болоте, то есть трудно сейчас даже поверить, но когда-то здесь вот неподалеку речка Копиловка протекала, и, соответственно, вот там, где жилые кварталы ныне, да, и по промзоне в том числе, ну, и, соответственно, она такая была довольно болотистая, и вокруг вот были, в общем-то, довольно много болот. Так вот, и построили это предприятие изначально как вот такое радиоприборное, да, специально, ну, радиоприборное, радиоэлектронное, да, оно изначально таким и строилось. Это, в общем-то, было как раз тогда, в общем-то, время создая как раз радиоэлектроники, это 50-е, 60-е, 70-е годы, ну, и сейчас это, можно сказать, тоже радиоэлектроника, но тогда она только создавалась во многом, да, тогда еще это был, можно сказать, такой вот особо большой интерес вот к этому, очень такой обильный. И как раз вот это предприятие, оно было призвано вот создавать разные такие радиоэлектронные приборы, разные конструкции. И, собственно говоря, этим это предприятие, которое сейчас называется, соответственно, САПФИР, оно занимается и до настоящего времени. То есть, что оно делает? Оно производит всякие электронные разные лампы, электронные лучевые трубки. Ну, а самое главное, конечно, микросхемы. Микросхемы, разные, так сказать, приборы, транзисторы, разные коробки, разные контроллеры и так далее. Для чего? Для, соответственно, электронно-вышлительных машин, разных комплексов, автоматических систем, которые преимущественно работают на оборонку. Ну, Росатом, оборонка, то есть, это вот все, что касается таких, в общем, достаточно секретных областей, как это было в советское время, так это, в общем-то, в значительной степени сейчас и осталось. Вот. И, по сути дела, в общем-то, как это было все, так это, в принципе, и осталось. То есть, это предприятие государство поддерживает, оно дает ему заказы, и, соответственно, во многом по этим заказам это предприятие всякие микросхемы и делает. Ну, и прочие там разные приборы, которые потом применяются преимущественно в разных вот отраслях, как раз вот, так сказать, военно-космического комплекса, там, Росатома, ведомства, атомные станции, и все такое. То есть, там есть разные, естественно, всякие сложные электронные системы, которые управляют всякими там пусками ракет, разными там, так сказать, управления атомными станциями, и все такое. И вот, естественно, в этих вот таких вот комплексах много всяких микросхем, много разных каких-то таких начинок, естественно, да. Вот. Так вот, эти начинки в том числе собирают и на Сапфире. И действительно здесь собирают, это правда. То есть, это действительно есть опленное производство. Оно, конечно, сейчас небольшое, оно не такое, как было в советское время, все, конечно, намного скромнее, таких госзаказов уже нету, но в то же время все-таки предприятие, оно, конечно, работает, и, в принципе, микросхемы действительно здесь производятся. Однако, в 2015 году здесь был создан так называемый технопарк. И задача его провозглашалась в том, чтобы как бы объединить несколько таких вот как бы мелких производителей и, в общем-то, ну, конструкторов, производителей, вот как раз ради электронной техники во многом, да, как бы в одном месте, чтобы они вот тут вместе все делали какие-то вот эти вот радиоэлектронные приборы. Ну, и, в общем-то, вот такая как бы цель она была провозглашена, такое громкое название было создано тогда, это было вот как раз, сейчас это очень любимое слово, там, московских пластей технопарки, это все очень круто. Но, по сути дела, если так сказать, то, соответственно, в общем-то, как это было, Сапфир, да, производственное предприятие, так оно во многом и осталось. Вот, и от того, что это, так сказать, от того, что назвали эту территорию технопарком, да, вот она такая достаточно большая территория, ну, как я уже сказал, между двумя улицами, да, вот, то есть вот такие прямые улицы, да, вот, тут и Щербаковская, Мироновская, и вот эта Мироновская, и это Фортунатовская, от этого, собственно говоря, мало что поменялось. То есть, как были вот эти, производили, по сути, одни микросхемы, да, ну, так, по сути, в общем-то, и осталось. Значит, там еще было предприятие, вот, называлось «Алтел», которое производило светодиодные ламбы, ну, в том числе для московского метро, там, для освещения, там, разных рек, там, во время судоходства и так далее. Ну, насколько я знаю, оно, вот, в конце 21-го года его обанкротили. То есть, как получается так. Вот. Ну, то есть, вроде как оно сейчас не работает. Ну, может быть, что-то оно тут и производило, но сейчас, вроде как, уже нет. Вот. Значит, есть тут, так сказать, компания, которая называется «Детест». «Детест». Но само название компании «Детест», оно, как бы, не говорит о том, что оно что-то производит, оно производит контроль микросхем, да, от разработчиков. То есть, вообще, когда-то это была лаборатория «Сапфира», да. А потом из лаборатории, которая, собственно говоря, была составной частью «Сапфира», взяли и сделали, соответственно, ну, по сути дела, какую-то такую независимую компанию «Детест», которая, по сути дела, занимается тем же, чем занималась лаборатория «Сапфира». То есть, по сути, разделили одно предприятие на, скажем так, еще одно, да. Как бы, почкование произошло. Ну, а какой смысл-то в этом? Как была, по сути, лаборатория, так, в общем-то, и осталось. Название красивое, можно дать всё, что угодно, но что толку от этого? Вот, значит, ну, есть, например, там вот компания в состав технопарка входит, да, вот, например, такая компания, как, скажем, РАСТ. Ну, чем занимается компания РАСТ? Она занимается поставкой на российский рынок высококачественных автоматических дверей, а также дверных доводчиков и так далее, и оконной автоматики и прочее, да, вот дымоудаление. Вот она сидит в этом технопарке, но она же сама-то эти двери не производит, и всякие окна, и прочие системы, и где-то делают, на каких-то заводах где-то, да, вот, причём, может, даже не в России. И вот она занимается чем? Она осуществляет поставку, поставку на российский рынок. Ну, соответственно, сами понимаете, да, то есть, при чём здесь технопарк? Ну, поставляет и поставляет. Дальше, берём вот компанию Гроссмейстер называется, Гроссмейстер. Ну, чем она занимается? Основные направления, вот эта, она тоже сидит здесь на Чербаковской 53, вот, технопарке, она занимается разработкой и внедрением информационных систем. Разработка и внедрение. Понимаете? Ну, не производство, а разработка и внедрение. Системная интеграция. Финансово-технологический IT-консалтинг. Ну, это вообще, как бы, консалтинг, это при чём здесь консультация, это понятно. Ну, то есть, при чём здесь производство, да, то есть, она, ну, вот, криптографическая защита информации. Ну, соответственно, понятно, что она, опять же, где-то это всё производится, скорее всего, да, вряд ли здесь. И, соответственно, это всё, вот, потом, ну, разрабатывается, да, компания-разработчик, а это, да, разработка, конечно, по всему здесь ведётся. Вот, ну, да, внедрение какое-то, понятно, но, опять же, производство, скорее всего, находится не здесь. То есть, это, опять же, вот. Ну, вот есть компания, соответственно, конструкторское бюро специального приборостроения. Но, вы знаете, это же фактически КБ при этом институте Сапфир, да, то есть, в общем-то, вот эта компания, да, и вот, ну, так красиво называется, но, по сути, это просто КБ, которое фактически и было, и есть при каждом научно-исследовательском институте. Ну, и здесь мы видим, что приборы контроля защищённой печати, оборудование криминалистики, детектора драгоценных металлов, там, проекторы технологий, ну, понятно. Ну, то есть, во многом это всё, соответственно, ну, это же именно конструкторское бюро, то есть, оно во многом занимается всё-таки именно разработкой, это тоже, по сути дела, не производство. Или вот, например, такая компания, ну, раз, да, вот, Гроссмейстер, ТРК, вот компания ТРК, она тоже здесь вот находится, на территории технопарка Сапфир, да, ну, она чем занимается? Она занимается, как мы видим, соответственно, поставкой радиоэлектронных компонентов, заводов-производителей стран СНГ, соответственно, вот на территорию России. Вот такая компания. То есть, это поставка, это не производство этих, то есть, они где-то производятся, эти радиоэлектронные компоненты, на каких-то заводах, ну, пусть стран СНГ, да. И дальше она занимается только лишь поставкой, то есть, опять же, она занимается фактически посредническими услугами. Ну, вот, опять же, да, причем здесь, скажем так, технопарк. Ну, занимается, занимается. У нас таких компаний вне технопарков довольно-таки много. Ну, вот, собственно говоря, и все. А еще там находятся всякие разные кафе, всякие переговорные комнаты, конференц-залы, фитнес-клубы, разные, так сказать, какие-то предприятия общественного питания. Ну, короче, что там только нет, да, вот, соответственно, вот, в этом комплексе, ну, даже вот, магнит-косметик находится. Это Сбербанк, издательство Круг Жизни. Это все технопарк. Лого Прайм, кафешка номер 15, там, Дикси. Ну, понятно, да, Юрий Польский. Короче, а это что такое, кстати, Юрий Польский, интересно. Это у нас фирменный магазин. В общем, какой-то хлебокомбинат. Ну, это магазин от хлебокомбината, а, наверное, сам комбинат Юрий Польском, наверное, находится. Ну, не знаю, в общем, короче говоря, что-то такое. Вот, понимаете, даже здесь, да, видите, вот на карте Яндекса, видим, сколько здесь разных таких вот совершенно непроизводств. Вот Метро, Промсвет, такая компания, Рубеж, вот Рубеж, что это тут напишут, нет, что это за компания. Да, тут не очень понятно, что-то тут нам показывают. Столетник, ну, это аптека, судя, да. А, ну, тут, видите, всякие отвары там и так далее целебные. Ну, короче, понятно, да, то есть, вот что такое вот этот технопарк. То есть, много всякого разного, да, и в аренду они тоже сдают там в своей площади, под офисы, там, под склады, пожалуй, сколько угодно. Но производственная деятельность, по сути дела, осуществляет, в общем-то, вот как это был САПФИР, да, институт вот это, ну, как научно-производственное объединение, так оно, по сути, и, в общем-то, и осталось. Оно, в общем-то, и осталось. Ну, и кроме того, ну, может быть, что-то еще есть. Возможно, там, какие-то уж совсем небольшие мелкие компании, что-то, может быть, в таком плане производится. Но, если даже это есть, то, в общем, конечно, в любом случае, мы должны отметить минимальность какой-то производственной, вот именно составляющей этого технопарка. Маленькие, в общем-то, объемы. Ну, и все-таки, конечно, заказы, если идут, то преимущественно это от Министерства обороны, от Минатома, от таких вот всяких разных спецслужб и так далее. То есть, все-таки это не то, что, скажем так, мы покупаем где-то в магазинах в основном, да, не то, чем мы пользуемся в повседневной жизни. Хотя, конечно, ну, наверное, такие вещи, они, в принципе, нужны. Но, мне кажется, у нас тоже некоторый перекос есть вот в этих вот всяких дешифраторах, во всяких таких вот металлодетекторах, уже просто все напичкано этими вещами. А вот конкретно то, что для нашей повседневной жизни требуются, необходимые какие-то вещи, они, к сожалению, у нас, в общем-то, очень мало производятся. То есть, все-таки тоже крен в сторону оборонки, это тоже надо отметить. Вот это вот так. Ну, и я уже не говорю про то, что тут, конечно, еще надо такой момент, что насколько вообще все это соответствует, в принципе, западным стандартам, все эти микросхемы, насколько это действительно, в общем-то, ну, скажем так, насколько это все в соответствии с мировым уровнем, да, вот эти все производства, вот, и не отстают ли, скажем так, наши технологии в этом смысле от зарубежных. Это так. Ну, и вообще, скажем так, насколько еще и компоненты, с которыми делают эти микросхемы, насколько они тоже наши отечественные, они привозятся ли, скажем так, много из зарубежа, а здесь только эти микросхемы собираются. То есть, это еще тоже такой вопрос. Тут вопрос достаточно, ну, лично для меня, по крайней мере, он нерешенный, да, я пока не знаю ответа на этот вопрос. Вполне возможно, тут тоже есть определенные проблемы. Ну, в общем, так себе, такой вот технопарк, конечно, назвать его каким-то таким полноценным производством сложно, хотя, конечно, вроде территория достаточно большая, но, конечно, говорить о его сравнении с таким крупным заводом как-то достаточно сложно. Ну, по крайней мере, сейчас.